Торнадо разыгрывает крутые призы. Главный приз — топовый игровой ПК. Купи Торнадо и зарегистрируй чек. Получи NFT-карточку и участвуй в еженедельных розыгрышах крутых призов. Коллекционируй карточки и повышай шанс выиграть призы. Информация в акции и организаторах акций на сайте nft.tornadoenergy.ru Всем привет, друзья! С вами Аверпер Геймс. В обновлении 10.3 произошло много изменений. Куча танков подверглись ребалансу. Ну и, конечно же, в этом обновлении была добавлена ветка польских средних танков во главе с ЦС-63. Как раз о ней мы с вами сегодня поговорим и постараемся понять, стоит ли вообще ее качать. Конечно же, не забывайте подписываться на канал. Вам не сложно, мне приятно, а каналу полезно. Начну я с пятого уровня, на котором расположился абсолютно проходной и ничем не примечательный ДС. Его орудие имеет средний разовый урон в 160, а время перезарядки занимает 7,5 секунд. Бронепробиваемость базовыми снарядами тут составляет 106 мм. Это немного, поэтому придется частенько юзать голду с пробитием в 150. В общем-то, орудие тут весьма стандартное для этого класса и уровня. То есть, на фоне одноклассников я не могу его чем-то выделить. Что касается мобильности, то в среднем вперед этот танк едет со скоростью в 35-40 км в час, а скорость вращения его корпуса 54 градуса в секунду. Что, в принципе, примерно так же, как и у других СТ пятого уровня. Ну а в плане брони, то ее тут нет. Пробивают этот танк абсолютно все, кому не лень. То есть, по большому счету, танк этот любить не за что. И я бы его прошел и забыл. На шестом уровне идет Буги, который является собой достаточно неплохой танчик. В сравнении с предшественником он быстрее и маневреннее. В среднем вперед он едет со скоростью в 45-50 км в час. Набирает он эту скорость достаточно шустро, и при этом он имеет неплохую скорость вращения корпуса в 65 градусов в секунду. То есть, Буги уже на самом деле неплохо перемещается по карте и в нужный момент может оперативно поменять направление. Что касается брони, то она тут есть. По крайней мере, танковать одноклассников этот танк способен. Корпус его имеет достаточно рикошетные формы, и со средних и тем более дальних дистанций пробить его не всегда получится. Башня тоже частенько рикошетит. Делает она это не за счет брони, а за счет своего размера. То есть, она картонная, но при этом очень узкая и из-за обтекаемой формы очень часто ловит рикошеты. Из орудия этот малец имеет неплохую 100-мм волыну, из которой в среднем вылетает по 240 единиц урона, что на мой взгляд для шестого уровня вполне себе неплохо. Хотя бы потому, что это самый высокий разовый урон среди прокачиваемых СТ шестого уровня. Бронепробитие базовыми снарядами тут составляет 160 мм, а голдовыми аж 200. При этом перезаряжается данный аппарат за 8,5 секунд и в минуту имеет ДПМ в 1700. В общем-то, в плане огневой мощи данный танк очень приятен. Частенько из него вылетает по 300 урона, что для этих уровней достаточно больно. Кстати, интересно то, что при такой неплохой огневой мощи у Буги нет каких-то проблем с точностью. Сводится он за 3,9 секунды, что вполне неплохо. Также стоит отметить его ВН, который составляет 8 градусов, что вполне комфортно. Лично мне данный танчик больше всего напоминает прокачиваемый Т-34-85. Он тоже вполне шустрый, частенько что-то рикошетит и имеет хорошее увесистое орудие. В общем, если ты любитель низкоуровневого нагибчика, то на этом танке можно неплохо развернуться и понагибать полупесочный рандом. На седьмом уровне находится ЦС-44. Вполне шустрый СТ, который в среднем вперед едет со скоростью в 40-45 км в час. Набирает он эту скорость достаточно быстро и при этом неплохо вращается на месте. Что касается брони, то ее тут практически нет. Вот так, например, ЦС-44 выглядит в прицел орудия с пробитием в 158 мм. Мы с вами отчетливо видим, что ни о какой броне, особенно против восьмерок, речи быть не может, что, кстати говоря, закономерно. А вот орудие этому мальцу дали знатное. У него на вооружении стоит 100-мм ствол с разовым уроном в 290 и перезарядкой в 8 секунд. Частенько из этого орудия вылетает за 300. Как по мне, это немало для среднего танка этого уровня. То есть на ЦС-44 можно смело идти в размен с одноуровневыми СТ. Да и, в общем-то, неплохо настреливать по негодникам. С СТ-8 можно было бы тоже идти в размен, потому как не все восьмерки имеют такой разовый урон. Но ЦС-44 на восьмерок зачастую не будет хватать пробития. Базовые ББшки имеют пробой в 160, которых, к сожалению, зачастую не будет хватать. Поэтому придется юзать голду с пробитием в 215. Естественно, с восьмерками лучше не быковать и отыгрывать роль танка поддержки. Что касается его точности, то сводится он за 3,5 секунды. И при полном сведении снаряды его, как правило, летят точно в цель. Кстати, его УВН составляет 7 градусов. Не рекорд, конечно, но тоже вполне неплохо. И на неровных картах этот танк чувствует себя более-менее комфортно. Получается, что с ЦС-44 все стандартно. Его наградили динамикой и увесистым орудием, но напрочь лишили брони. Поэтому на нем нужно играть осторожно и вдумчиво. Ну а против восьмерок так вообще лучше лишний раз не выставляться и отыгрывать только вместе с союзниками. На восьмом уровне идет ЦС-53. Картонный танк, который так же, как и предшественник, пробивается практически кем угодно. Этот танк настолько картонный, что я даже не буду показывать вам то, как он выглядит в прицел потенциального противника. Просто, чтобы было примерно понятно, о какой броне идет речь, то брони в нем примерно так же, как и в РУ-251. Но при всем при этом ЦС-53 очень шустрый. В среднем вперед он едет со скоростью в 45-50 км в час и имеет отличную скорость вращения корпуса. То есть у нас тут снова шустрый, но при этом картонный танк. Что касается орудия, то на вооружении ЦС-ки стоит 100-мм дрын с таким же разовым уроном в 290, как и у предшественника. Само собой на восьмом уровне подрос ДПМ, пробитие и чуточку точность. Так, имея перезарядку в 7,7 секунд, ЦС-53 имеет ДПМ в 2246, что всего на 100 единиц выше, чем у предшественника. Сводится он практически так же, как и Семерка за 3,3 секунды и имеет чуть лучший показатель разброса на 100 метров. Бронепробитие базовыми снарядами составляет 185 миллиметров, так что попадая против восьмых и девятых уровней, частенько придется использовать колду с пробоем в 235. То есть ЦС-53 на фоне своего предшественника похвастать чем-то особо не может. 290 разового урона это немного по меркам восьмерок, а отсутствие брони делает его непростым танком. Конечно, стоит отметить, что начиная как раз таки с ЦС-53, этой ветке дали вольфрам, который, конечно же, слегка увеличивает наносимый урон, но по сути абсолютно никак не меняет этот танк. Да, кстати, лично меня, как любителя УВН, радует то, что у ЦС-53 есть 8 градусов склонения орудия, но в то же время расстраивает картонность его башни, от которой не получится играть. В общем, танк крайне картонный и, на мой взгляд, от этого непростой. Да, ему дали вольфрам, но, как я уже говорил, он практически ничего не дает. Хочу выразить отдельную благодарность всем тем, кто подписан на мой Бусти. Ваши подписки очень помогают моему каналу и ускоряют выход роликов, а некоторые видео появляются на Бусти за пару недель до того, как появиться на Ютуб. Помимо этого, подписчики с Бусти могут отправлять мне свои реплеи прямо в ЛС. Я их оперативно смотрю и даю обратную связь. Ссылку на Бусти я оставлю в описании. На девятом уровне находится ЦС-59. И начну я сразу с того, что этот танк, так же, как и его предшественники, абсолютно картонный. То есть, играя на этом ЦС, ни в коем случае не нужно рассчитывать на какую-то броню. Ее здесь нет и танковать тут нечем. Вот для примера то, как он выглядит в прицел Паттона с пробитием в 224 миллиметра. Надеюсь, глядя на эти кадры, вы понимаете о том, что брони тут абсолютно нет. И пробивать этот танк будут все, кому не лень. Что касается угла склонения орудия, то ЦС-59 имеет уже 9 градусов вниз. А это очень комфортный показатель. Но опять же, из-за картонной башни вставать от бугра и агрессивно от него отыгрывать не получится. Хотя, если уж игрок дойдет до 9 уровня данной ветки, картонность для него будет делом обычным. То же самое применимо и к мобильности, ведь в плане продвижности ЦС-59, так же как и его предшественники, является очень комфортным танком. В среднем вперед он едет со скоростью в 45-50 километров в час и опять же имеет отличную скорость вращения корпуса. То есть, на нем можно отдавать свет, крутить противников и при необходимости быстренько менять направление. Из орудия тут 105-миллиметровый комфортный ствол с разовым уроном 330 единиц и временем перезарядки в 6,6 секунд. То есть, в минуту этот танк может выдать без малого 3000 урона, что уже очень неплохо. Плюс к этому есть вольфрам, который пусть и не колоссально, но все-таки увеличивает наносимый урон. Также у этой девятки есть неплохой пробой. Базовые ББшки обладают пробитием в 240 миллиметров и, в принципе, этого уже достаточно для абсолютного большинства врагов. Ну а если что, есть Голда, которая имеет пробой в 280 миллиметров. То есть, опять же, с пробитием у этого танка проблем быть не должно. В плане комфорта стрельбы у ЦС-59 тоже все в порядке. Сводится он за 2,7 секунды и имеет очень невысокий показатель разброса. Поэтому стрелять он может как на средние, так и на дальние дистанции, не испытывая при этом каких-то проблем. В итоге получается так, что ЦС-59 это очень картонный танк. Его реально пробивают все, кому не лень. Но при этом он быстрый, он с легкостью дает свет, крутит противников и оперативно меняет направление. К тому же у него есть отличное орудие с хорошим ДПМом, точностью и вполне хорошим как для СТ-9 пробитием. В общем, танк этот очень даже неплох. И тем, кто умеет играть на картоне, этот малец должен зайти на ура. Ну и наконец-то, десятый уровень ЦС-63. Начнем с того, что у этого танка, так же как и у его предшественников, есть отличная мобильность. В среднем вперед он едет со скоростью в 50-55 км в час и обладает отличной маневренностью. То есть на нем, как обычно, можно светить, крутить и менять направление. К моему удивлению, несмотря на прекрасную динамику у ЦС-63, в отличие от тех танков, которые идут перед ним, уже есть кое-какая броня. Да, нельзя сказать, что он какой-то прям супер крепкий, но у него уже есть пара красных участков, которыми иногда можно что-то танковать. Вот так он выглядит в прицел Паттона с пробитием в 248 мм. Мы с вами видим, что у ЦС появилась красная ВЛД, которая иногда может рикошетить. Что касается башни, то она по-прежнему картонна, за исключением маски и области над маской орудия. Конечно, рассчитывать на всю эту броню в бою не стоит, и я бы не советовал вам агрессивно играть, надеясь на вражеские рикошеты и непробития. В основном броня данного танка может спасти от пробития при перестрелке на средних или дальних дистанциях. То есть оттуда, откуда противнику будет сложно выцеливать серые участки. В ближней перестрелке рассчитывать на броню не стоит. В целом, получается, что этот танк тоже картонный, но он явно крепче, чем девятка и тем более восьмерка. ЦС-63 хотя бы иногда ловит по себе рикошеты, и в принципе, благодаря большому красному ВЛД, с дальних дистанций его не так уж легко пробить. Из орудия УЦС 105-мм ствол с разовым уроном в 340 и перезарядкой в 6 секунд. Разовый урон 340 это неплохо, а при учете Вольфрама можно даже идти в размен со многими СТ-10. В минуту, без учета Вольфрама, этот танк может выдать 3365 урона, что, опять же, очень даже неплохо. Что касается пробития, то оно тут в порядке. Базовые снаряды имеют пробитие в 248 мм, а голдовые – 290. Этого вполне хватает для большинства противников, особенно при учете точности, которой обладает ЦС. Сводится он за 3 секунды и имеет отличный показатель разброса. То есть, стрелять на дальние дистанции или выцеливать уязвимости этот танк способен. Кстати, для улучшения скорости полета снарядов на танке этой ветки можно поставить улучшенный порох. На десятку я не стал его ставить, потому как мне его родной скорости полета вполне хватает для комфортной стрельбы на любую дистанцию. В общем, на мой взгляд, танк получился очень неплохим. До того, как приступить к обзору, я думал, что ЦС – это очередная ерунда в рандоме Блица. Но оказалось, что танчик очень даже неплох. У него весистое орудие с хорошей точностью и УВН в 9 градусов. Сам он при этом быстрый и имеет кое-какую броню. Конечно, имбой я бы его не назвал, но тем, кто любит динамичный геймплей и умеет играть на картонных танках, он должен зайти. Главное помнить о том, что танки этой ветки картонные. И если ты не особо умеешь играть в Блиц, то такие танки я бы тебе не советовал качать. Уж лучше вкачать что-нибудь покрепче. В общем, на этом у меня все. Обязательно делитесь своим мнением и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!